здравствуйте друзья и гости канала успеть за одни сутки с вами снова людмила это видео я снимаю по такому поводу так то у нас тут воду пришел пить леонардо снимаю вот по какому поводу сегодня уже завершающие выходные сентября мы решили не дотягивать до того момента когда будут холода и сделать раствор с бактериями чтобы залить в ямы туалетную и от кухни где у нас левый происходит то есть мы подготовили все то есть мы вот купили вот такие биогранулы вот такие биогранулы они могут быть разные не обязательно брать такие их на самом деле очень много главное грамотными пользоваться то есть видите вот дачный туалет без запаха способ какой здесь находятся пакеты вот такие и вот такой один пакет нужно растворить в 5 литрах воды но мы приготовили на печке просто ведро воды там 10 литров и нам нужно туда высыпать два пакета и на кухне у нас тоже стоит еще одно ведро то есть для двух ям сливных у нас но это видео совмещает в себе скажем так две темы но я решила навести небольшой порядок ну как же так у нас вот здесь копоть на печке некрасиво вы скажете вот у нее везде порядок а печка у нее закопченная таким образом родилась еще одна часть видео дело в том что с мы саше когда были в магазине и покупали краску для забора мы спросили есть ли средства для удаления копоть из кирпичей собственно вот еще и по этой причине мы чистили наши печки потому что мы начинаем топить печь иногда растопка получается удачная более или менее ну не знаю от атмосферного давления это зависит там или еще от чего от ветра от температуры воздуха от того сколько холода застряло в дымоходе холодная пробка такая получается а иногда получалось так что мы растапливаем и весь дым начинает идти в комнату собственно это тоже послужило причиной для того чтобы чистить наши печи да был вы видели сколько сажи мы оттуда вытащили ну так вот мы проконсультировались в магазине и нам сказали что есть вот такое средство для удаления копоти и сажи с каминов печей вот такое средство и сказать честно я сначала попробовала вот видите первый кирпич который идет на печке он чистый получился один закопченный кирпич между верхним кирпичом и топочной дверцей так естественно не бывает но это не потому что даже я решила попробовать а потом вам показать я просто не подумал о том что можно снять видео на эту тему вот и все а саша предложил год это видео с ними может быть у многих такая проблема и вот что я делаю я беру губку мне нужен тазик с водой для того чтобы потом смывать это дело все вот там губочка как вы видите что мы делаем я просто беру вот это средство на губку начинаю протирать но у нас печка еще теплая вы видите даже вот пузырится жидкость это мы на ночь топили потому что ночью уже было всего 6 градусов принципе этого достаточно утром протопили а утром же то точно это мысли у гуляли не видела точно точно даже много я взяла она все-таки экономная вот но после этого нужно обязательно все вытирать чистой тряпкой и чистой водой уже практически ничего не осталось вот вытираем если не все сразу ушло то можно еще раз на чистую губку нанести немного этого средства и еще раз протереть и вы видите как замечательно все оттирается ну вот здесь вот попала конечно в структуру кирпича уже здесь есть небольшие сколы царапины такие но вообще в принципе это нормально здесь вообще вот вот так вот все черное было все было черное так что вот такое средство если вы можете такое средство приобрести если вам такое средство нужно то имейте ввиду пожалуйста что и такие средства есть продажи их можно приобрести и ваша печь будет выглядеть замечательно вот а сейчас я разведу бактерии почвенные то есть здесь все просто вода в ведре должна быть теплая потому что это живые бактерии горячая быть не должна холодная быть не должна вот моей руке очень комфортно тепленькая хорошая водичка на такое ведро вот этого средства именно этого нужно два пакета вот этого два пакета там примерно то же самое что и сияние вы видите точно так же бактерии только другого типа наносится на отруби и все и вот мы высыпаем 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 один пакет на ведро и второй пакет на ведро и это должно настояться 20 минут вот то же самое мы проделывали в прошлом году у меня есть об этом видео я дам ссылочку внизу но вы можете посмотреть это видео и это просто в прошлом году мы это делали позже сейчас мы решили это сделать пораньше если видео вам понравилось ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал успеть за одни сутки подписывайтесь на канал успеть за одни сутки